По окончании оглашения приговора по делу Лобанова, как вчера и предполагала сторона защиты, второй эпизод, по которому вчера приговор не успели огласить, оказался обвинительным. Единственное, конечно, на слух очень тяжело воспринимается информация, тем более такая большая и объемная, и когда судья не очень громко ее произносит, поэтому мы, конечно, будем ждать получения письменного текста приговора, для того, чтобы с ним внимательно ознакомиться, но из того, что удалось услышать, особенно ближе к концу, это то, что Лобанов приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением ему штрафа в размере пятикратного размера взятки. Взятка признана как стоимость таунхауса, где-то в районе трех миллионов девятьсот тысяч, поэтому общая сумма штрафа порядка девятнадцати с чем-то получилась, и пять лет лишения права занимать должность аналогичной той, которую он занимал на момент его задержания и ареста. Это такова суть приговора. Строгий режим, я, по-моему, сказал, поскольку преступление определено как особо тяжкое, и суд не усмотрел оснований для снижения категории преступления, что, в принципе, по закону имел право сделать. И уже был официально провозглашен оправдательный приговор по эпизоду, связанному с взяткой от Ванина и Джуликиана, уже в результивной части, теперь за отсутствием событий преступления и с правом лабану на реабилитацию. Наверное, можно было бы считать удовлетворительным конечный результат по данному делу, с учетом того, что из двух особо тяжких составов один эпизод не нашел своего подтверждения, и вместо 15 лет лишения свободы и гораздо большего по размеру штрафа суд определил 8 лет лишения свободы. Но с учетом позиции как стороны защиты, так и Дмитрия Юрьевича, который не признавал вину по обоим эпизодам, я предполагаю, что намерения стороны защиты будут связаны с обжалованием и этого приговора, который по делу вынесен. Но окончательное решение по этому поводу принимает сам подсудимый. Ее мнение чуть попозже на этот счет мы узнаем. Защита сделала все, что могла в этой ситуации. Спасибо.